Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 624. События дня. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. За 28 августа 2017 года. Какие события? В понедельник церковь отмечает на 10 праздник, называется Успение Божьей Матери. Царь, кем и не был, он ехал в город, приставилась наша старейшая сестра Чернявская Александра Ивановна. Долго болела, она как упала и сломала шейку бедра и больше не встала. И очень трудно умирала много дней, и прям уже, это не один раз было, она умирает, все, потом опять оживет. Вот, и очень кроткая сестра была, смиренная. Вот, решил тут показать ее биографии маленькой. Ну и, когда посещали как-то мы ее, вот она, я покажу сейчас, 16 сентября 2013 года, сейчас 17, она уже сколько времени лежала? Три года назад, вот, теперь можно посмотреть, вот мы к ней пришли. В городе Гриб, вот, а нет, я не пойму, а почему надевают это? Потому что профилактика расположения легких. А? Оператор? Профилактика расположения легких. Оператор Николаевич. И шофер. И шофер. А приехали же на газельки. На нашей газельки. На нашей газельки. Это прямо это, вообще никуда не годится. Нет, нет, годится, наши врачи... Тебя увредили-то, как это? Ну, а почему ты так это не сподобилась пройти-то прямо? А вот. Упала-то? А вот, по пункту, нечистый. Он от двери... Ой-ой-ой. А как тебя переворачивает-то? А как переворачивает-то, как-то потом... Вот так. Шепка больна? Сейчас уже... А? Сейчас уже не больно. Уже не больно, отболела. А, да, когда упала-то... Мы приехали на престольный праздник. Совсем на короткое. Ну, и завтра в деревню езжаем. Потом уже 4-го мая этого. Октября приедем совсем. Скажите, кого мы посещаем. А? Кого посещаем мы, скажите? Кого посещаем-то? Чернявского Александра Ивановна, моего друга. Я когда услышал, она лежит, я думаю, вот это да. Вот это да. Да ты мне это не нравится, вот это? Скрывает лицо. Что, разбойники какие-то. Пришли. Вот разные вахабицы с этим ходят-то. В магазин не грабят когда-то. Нет, они только глаза открыты, а то все закрыто. И главное, в городе ни гриппа, ничего нет. Это просто дурь мается. Мы из деревни приехали. У нас столько здоровья, там воздух чистый. Вы нашим воздухом не надышитесь. А меня закрывают, не дают дышать на вас. Вы снимайте. Не надо снимать. Так и ходите. Не надо. У нас все так ходят. Потому что она у нас сильно ослабленная. Сейчас повернут. Какие мы будут делать? И что она... Нет. Мы свою ей не должны передавать. Здесь не повернут, а будет лежать. Нет. Время придет, и если Господу угодно, и живы будем. Она поднимется. Она пойдет. У нас бабушка болела, мама, никто ли их в Москве не надевал. Ну это было то время. А тут у нас парниковое действие. Мы в памперсах лежим. Это вообще... Не согласны с этим. Может быть и так. Усадите. Да ладно, сидите. Вот и дурчики есть. Мы долго не будем, хотя бы увидеть. Я тебя хотел попросить. А чего? А я знаю. А? А я знаю, чего болится. А может, ты не совсем знаешь. Дело в том, что мы обратились... Даже дело дошло до правительства. Да. Так, Хабаровский край. Амурская область. Потопление на них было. Да, да. Потоп. Иврейская автономная. Что если есть там люди, которые потеряли жилье, чтобы они нас нашли, которые верующие, не пьют, не курят, не матерятся, не воруют, не лгут, то могли бы поселиться потерянки. Ну, это же хорошо. Так ты там походотайствуй, чтобы Господь там таких людей нашел добрых. То есть молодые, с детьми, чтобы школа поднялась и... Потому что людей-то мало у нас. А про сосудицы кого-то, надо, значит, окончательно разорить. Люди, которые любят устав, которые любят Господа, страх Божий имеют. Ты там подойди к Матери Божьей. Да, обязательно. Господу скажи, скажи, нам нужны хорошие люди, Господи. Найди их, пошли на нас. Угу. Мы же, значит, путешествуем далеко, знаешь? Далеко. Ну, сколько, где? А? Где, сколько? Где, сколько? 15 стран прошли. Были в Польше, в Германии, в Австрии, в Венгрии, в Румынии, в Болгарии, в Чехии, в Словакии, в Сербии, в Азербайджан, в Бирюле, в Армянской, в Грузинской. Ой, какие! И все южные республики прошли. И мусульман были. И в мечети ходил, и не молился. У обмена останавливались на дому. И везде было свидетельство. И везде Господь дверь открывал нам. Это молитва наша. Мы знали, что за нас молятся, потому что... Слава Христа. Взял, это очень непростое. Не простое. Мы прошли нынче, вот, сколько, вот, 56 дней вы ездили, 30 тысяч километров прошли. Ну, как раз. В горах, там смотреть страшно, какие зигзаги, называются серпантины. Я насчитал, где-то 500 поворотов только сделали. Они вот так вот поднимаются, вот так ступенями, как бы, машины идут. Вот. И Господь нас вернул, мы же... Сейчас газету напечатали про это. У нас там были 24-го, у нас сегодня 26-го, позавчера. Все девятся. И говорят, такого в мире никто не делал. А мы ехали, всегда знали, что за нас молятся, и нас Господь на крыльях несет буквально. Вот за два года мы посетили 360 городов и районных центров. Это 360 шагов сделать, и то... А это приезжаем, и никто нас не ждал. Нам надо найти центральную библиотеку, там, государственную. Встречаемся, беседуем, да и везде дарим книги. Вот за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Подарили. Своих, наших книг. Подарили были у Лукашенко, это президент Белоруссии. Рамзана Хадрирова в Чечне. Личной встречи не было, а через администрацию в благодарности пришли. Людям нуждается во Христе. Вот такое дело. Ну что? Ну вот мы еще вам покажем, с чем мы живем. Все это благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой Своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа измертую, к упованию живому. Первая Петра 1.3. Вот с чем мы живем. Это как я пришла, ему сразу с этим... Деда, вы куда написали-то такое? А вот ей... А как? Ну что, тебе обижаться на ноги не приходится. Ты в ноги ходила. Есть люди, которые вообще ногами не ходили, родились без ног. А у тебя ноги были? Ты с Вольным Семеновичем-то своим сколько прожила? 64 года. 64? Ну еще себе. Он умер, сколько ему было? Забыл он, наверное. Ну, наверное, ему было 80 с лишним. Да, конечно. А тебе сколько? Ты на год старше, у тебя 86. А кто старше? У меня 86. А? У меня 86, а его 86. Вот у нас в деревне живет 87 лет ей. Вот, Серафима Гаврилова. Она сухонька, маленькая, она на огороде копается. Если бы ты была в деревне, у тебя бы так не было. Ты бы упала, а там мягкая земля. Конечно. Ну, попуркала, как воробей. А воробеям в пыли купается. Вот... Вот город что делать? А ты ж тебя как на растяжке растянули-то. Быстрее. Ой-ой-ой. Ну, ты, главное, терпи. Знаешь, что нам дано не только веровать, но и страдать. Да, я в этом верю. Один лежит 38 лет, и некому поднять его. А у тебя, смотри, сколько... Помощников. Ну. Сколько родных людей. Тебе ропы-то не подходят? Нет. Близко даже, да? Даже близко. Ты его попаляешь молитвой? Конечно. А молитву ты считаешь? А как же. Это один так посетил, и говорит, как? Он говорит, кое-как. Потом приходит, говорит, не могу, только отче наш считает. Ну, еще не конец считает. Приходит, он говорит, отче наш не могу, говорит, забывай. Господи Иисусе, и два забывай. Говорит, все, пора. И к ней, чтобы он отправился в путь долгий и невозвратный. Потому что, ну, по силам Бог дает. Да, конечно. Мы тебя помним, как говорится, на руках молитвы висем. Спасибо, Господи. Да. Ты поняла, что нам нужно? Поняла. Чтобы хорошие люди нас нашли. Потерять, киши. Да. Молодые с ребятишками. Да, да. То она сразу все по-другому выйдет. Которые любят устав, любят закон Божий, Господа знают. Православные что были. Православные. Потому что деревня православная. Ты в деревне-то у нас была, ты хорошо знаешь как. Ну, еще бы. Ну, вот. Ну, слава Господу. А вот что мы пошли? А Надежда Васильевна, давай проситься. Она думала, что мы на своей машине поедем. А на машине очень трудно. Много транспорта, наша машина-то не легковая, грузопассажирская. Ты же ее видел, какая она? Мы на ней проехали нынче, куда не думали даже. Говорили, нас туда не пустят. Советская машина загазована, большая дни. Никто нас не трогал. Господи, он открыл глаза и закрыл тоже. Собачка с нами была. Она была чемпионом Сибири, а когда приехала, стала чемпионом России. Ну, Бог как сделал. Простая ваша ураган. Вот у нас впереди еще путешествие, если в этом году следующий 14 назначено. Ну, я не знаю, удастся или нет. Тут два условия. Первое, нам негде сейчас остановиться. До этого было, где наша ставка была, куда мы каждую неделю заправлялись, ездили. Это на юге, Ростовская область. Теперь нам надо к Москве переместиться, чтобы захватить до севера. Думаю, пройти сразу через Украину, зайти надо в Болгарию, потом зайти в Грецию. Переплыть море в Италию. Там по Киримскому уже достучимся, книги подарим. Ну, а потом идти в Францию. Франция. И Испания, и Португалия. И севером пройти, если Господь позволит, в Англию побывать. А потом на Скандинавию, там пять стран. А оттуда зато переплыть Балтийское море и захватить все при Балтийской республике. Это у нас концовка. Это план, мы половину его выполнили. Мы прошли полностью Ростовскую область по районам, Ставропольский край, на родине Горбачева побывали. Мы видели. Видели, где в Буденновске захват заложников был. Интервью там взяли. Были там, где захватывали, как это называется? Беслан. 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 Все это засняли. Там страшно смотреть, все, как стреляли, все так и стало стены. Их под куполы взяли. Мы там подскормили вместе, помолились. Мы были там нужны. Мы приехали, больше месяца отходили. Во сне все едем мы, не можем осмотреть. Уснем и опять нас качают куда-то, едем мы. Сейчас Маренька отошла, стала видеть другое во сне. А то никак не выйдем из поездки-то. Ну, да, конечно. Вот, Патюшка, сказал, что с тобой такая беда-то, ты упал ее. Я знаю, вот шейка бедра у молодого там еще делает операцию. Вставляет что-то как-то. А у старых они даже операции не делают. Слава Богу. Кости-то они рассыпаются, их трогать нельзя. Нельзя. Что можно сказать? Мы молимся, больше ничего не знаем. Ты друг наш, и мы тебя любим. Ой, спасибо. Мы с тобой отлично пожили. Отлично. Все, мы пошли? Ага. Прости меня, Христа, Роди. Господь, прости. Мы с тобой жили очень дружно. Для меня что вспомнить? Не бойся. Заразы от нас нет, Илья. День, когда воззову к тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым дни мои, И кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава. Так что я забываю есть хлеб мой. От волосостинания твоего Кости мои приплыли к плоти моей. Я упаду по сапеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кролле. Всякий день поносит меня враги мои, Изобствующие на меня. Клянут мною. Я им пепел, как хлеб. И питье мое растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего. Ибо ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень. И я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь. И память о тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом. И во время помиловать его. Ибо пришло время. А так кто считает-то? Вы говорите, Тихо. Ты узнала? Я старался. Один раз я Библию насчитал до ареста. А второй раз вернулся, уже на компьютер насчитал. Это с компьютером и взяли. Потому что то уже попорчено было. Изъяли, оригинала не было. Я старался как мог. И все, думал, кто-то найдется лучше меня. Я находил, который считает лучше. Артисты-то. Я не с такой себя ценю. Но люди почему-то находят наши варианты. Я верю в то, что говорю. И знаю, что это прошло по мне. Я так же ел хлеб, как пепел. И питьё распорял слезами. Немного плакал. Ну что, мать? Благослови нас. Господь благословит. Это вот Любовь Николаевна привела нас. Нам бы не найти тебя. Мы завтра выезжаем после службы. Ой, не больно. Увижу я тебя на этой земле или нет, но мы тебя знаем. А к тебе мы молимся. И ты нас, когда пройдешь, чтобы мы так, пройдешь, пройдешь. Пройдешь, ты верующий. Дерево не бойся, он пугать будет. Он будет представлять какие-то доказательства, что ты такая нехорошая. А ты скажи, за меня Христос умер. Его кровь святая смыла все грехи. На мне нет ничего. Ты обманщик. Ты лжешь. Господь меня возлюбил. Я омыл кровью его. Я причащалась кровью его. Отойди, враг. Не препятствия. Я должна дойти моего Господа. И там ему поклонишься. Когда уже пройдет эти 40 дней, и ты им расскажи, что мы очень нуждаемся в хороших людях. А вот если на следующий год, вторая причина, чтобы Николай Кручинов не болел и согласился поехать. Без него нам никак. Там настолько трудно, что наши шопера не туда не подойдут. Он все знает, все ухватывает. Николай Кручинов. Без него никак. И он не поедет еще, все, больше нам никуда не поехать. У нас еще есть порох-проходыца. Еще книги есть, и сделали бы как надо. Мы прошли за все время 444 города. Ух, весело, да. Это только где мы оставили полностью все. Примерно мы распространили более 15 тонн литературы. Тысяч килограмм. Это означает, что около 20 тысяч книг мы распространили бесплатно. И мы знаем возрождающие действия этих книг. И некоторые еще не знают, они в глаза их не видали. Потому что они основаны на Слове Божии. Вот свел же нас, Господь, с тобой. Да. А могли пройти мимо, и пути наши бы не перекрестились. Да, могли. Не поймите, прошу. Силен Господь. Ну, помолимся коротко. Отец Небесный, мы просим Твоей милости на болящего Александру. Помилуй ее, укрепи дух ее. И как угодно тебе, так ты и соделаешь. Господи, не покинь ее, когда душа будет разлучаться с телом. И проведи помутарство в страшном и непонятном. И веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Уморщего из-за нашей грехи. Господи, благослови всех приходящих сюда. И мысли всех направь к горнему. И примеры жизни да будет оставлен для нас. Чтобы мы, воспоминая, делались лучше. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. А это кто? А это Виктор Николаевич. Ну, все, мать. Пошли. Да, спасибо Господи. Да, даю Бог. Вот что мы хотели сделать, все сделали. До свидания. Тебе-то укрепи, Господи. Зима. Кто-то... Выздох не гнил. Теперь вот она о себе говорит. Вопрос 2968-й. Открытым оком. Книга, том 15-й. Возле храмов ваши люди раздавали материалы о крещении. Через это кто-то пришел в общину? Это мне вопрос задают в университетах или по радио. Ответ. Какое бы дело ни делали, кажется, что нет ответа на конечный результат. Но вдруг хотя бы одна душа приходит. Кавычки открыты. Вот эта самая душа говорит. Ко Христу я пришла в преклонном возрасте, когда мне было 66 лет. А что Господь есть и дурных детей Он наказывает, это я усвоила во младенчестве. О молитве знала, что есть чудодейственные молитвы, такие как живые помощи. Верила, что она помогает всегда и во всем. И когда пекли хлеб, варила щи, решала задачки в школе, особенно в тяжелые дни войны 1941-1945 годов и послевоенные. Жилая в селе, в степи. Расстояние между селением было не менее 20 километров. Средством передвижения были крепкие ноги. В 1945 году, сразу после войны, я поехал в Барнаул учиться на курсы щитоводов. В то время продукты были по карточкам. 1200 граммов крупы на месяц. 300 граммов хлеба на день. Это было мало, поэтому приходилось часто ездить в село за картошкой. А путь был таким, из Барнаула до Топчихи поездом, а от Топчихи до села 40 километров. В 12 часов ночи выходила из поезда и шла пешком одна с молитвой «Живые помощи», которую считала во всем пути. Домой приходила в 6-7 утра. Вот такая-то была молитва «Живые помощи» 90-й псалом. Я считал эту молитву вместо молитвослова утром три раза и вещам три раза. Другой духовной литературы у меня не было. Родители мои редко говорили о Боге, церкви в нашем селе не было. И вот как-то отец отыскал молитвослов и подарил сестре. Я несказанно обрадовалась, переписала в тетрадь для себя. Затем мы с мужем переехали в город Барнаул. Стало ходить в храм, у меня появилась духовная литература, закон Божий, Библия и другое. В храм стало ходить чаще, но службу проходили на церковном языке, а также непонятно мне. Однажды подходит ко мне водитель заводской, рассказал, что он подвез на автомобиле батюшку, который подарил ему книжечку, которая называется «Евангелие». Прочитал и ничего не понял. Дал мне посчитать, и я также не поняла. И такое желание у меня появилось узнать, о чем же тут пишется в этой книге. И вот представилась возможность. На Рождество Христова поехала в Покровский собор на службу. На остановке подходит ко мне юноша, это был Игорь Третьяков, и спрашивает, куда я поехала, и предложил мне визитку на лекцию по изучению толкованию Библии. Это меня обрадовало. Там наверняка узнаю о Евангелии, подумала я. Сообщил мне, что занятия проходят в ААПИ, Алтайский политехнический институт, и читает лекции очень грамотный проповедник Игнатий Тихонович Лапкин. Теперь я твердо верю, что Христос знал, куда меня направить. Во вторник отправилась в ААПИ искать 410-ю аудиторию. Там встретили меня так приветливо, как будто ждали. Это были любимые сестры Людмила Степановна Алфимова, Любовь Петровна Бриткова, Алектина Пантелеевна Петеримова и другие. В биографии Игнатия Тихоновича я уже знала, а во время лекции убедилась, что это незаурядная личность, высокоэрудированный человек, мягкий, приветливый. И мне точно захотелось быть членом этой общины, принять крещение. Но почему-то долго искали мне поручители. Чем-то я не внушила доверия, однако все обошлось. Слава Христу! Это был 1993 год. Какое это было чудесное время! Сколько прошло событий, занятия по толкованию Библии, подготовка к окрещению, крещение, работа в трудовом лагере, посещение больных, общие трапезы. Община увеличилась, а места было мало. Особенно после того, как отказала в помещении Таня Бруяка. Долго молились о помещении, проводили службу в квартире Игнатия Тихоныча на улице Никитина, 147, первая квартира. Молились с верой, что Христос усмотрит. И вот, о чудо! Представилась возможность и не только одного дома, но целой большой усадьбы, улица Ползунова, 6, большой двор и два дома. В одном расположены церковь, трапезная, комнаты для детишек и гостей, приезжих, кельи для батюшки, второй дом жилой на две семьи и складские помещения. Во дворе стоянка для автомобилей, фруктовый сад, виноградник и другое. А самое главное, у нас есть духовенство, митрополит Лавр, епископ Владыка Ихтиихи, духовные отцы, протеерей, честные отцы Акимы, православный проповедник Игнатий, поэт и прозаик, сильнейший оратор, гонимый московской патриархии только за то, что он умнее, мудрее их, чище, грамотнее, что знает наизусть Библию, жития святых, творение Иоанна Златоустова, издал 14 томов, открытым оком, в которые вошли проповеди, вопросы и ответы слушателей в свете Библии, трехтомник Нового Завета, толкование блаженного филакта, архиепископа Болгарского, стихи и комментарии во свете Библии. Вот такая наша община. Одна такая и нет другой в мире. Что касается воссоединения с кем-то либо, у меня лично нет ни малейшего желания. У нас есть все свое, а все остальное, всем остальным, надо бы напоучиться у нас. 27 января 2006 года, Чернявская Александра Ивановна, в девиществе Тихонова, 42-42-04, Иоиле 1-14, назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны, сей в дом Господа Бога нашего, и взывайте Господу. Матфея 22-9 Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Чего мы ждем от нынешней зимы, от гололеда на дорогах, в ямах, когда нет керосина, худенькой тесьмы, знать, летом прогуляли, в том виновны сами. Что утром ждать, коль пустом за кромах, запасы истощились, опустили, в щах поварешки рыскать и хромать, когда бездействовали, нежились в постели. Заткнитесь, рупоры с духовностью слепой, слиняйтесь, светочи, потемок атеизма. Нас осмеет из прошлого любой, не внешний только враг, но внутренний унизил. В развалах совести не грамма с порошинку, а только пятнами в провалах безнадежность. С нас добровольно клок, лишь как с отцы паршивой, нас победит китаец даже лёжа. Плоды Терновника от прошлых революций и глубже патриарха Никона реформ, и дальше от Владимира к крещению без Иисуса, нам из монашеских пустынь достался затхлый корм. Россия, стыдно за твою судьбу, твое язычество подризой православия, куда попы и по сей день ведут, слепотствующих всех по сектам сплавят. Нас проповедь едва лишь издалека коснулась, а благовестие, как многим невдомёк, никто не послан звать из переулка в улиц, и столько расплодилось подризами омёп. Чего мы ждём, напрасно стоны льём, о прошлом ностальгии давимся в прикуску. На ощупь к Библии не подберутся днём непосланный свидетель о жертве Иисуса. «Гряди, Иисусе, с миром и с мечом, но только разбуди от сна и литургии! Богослужениями народ был увлечён, тысячелетия скрывали тебя по литургиям!» 27 января 2006 года. Игнатий Лапкин. Вопрос 2969. «Если среди членов вашей общины ветераны войны, отвечают, «такие нашли покой здесь и славят Бога за всё».» Кавычки. В 1996 году по совету моей жены Александры Ивановны я познакомился с членами общины, братьями и сёстрами, посещал занятия по изучению Библии. А в 1997 году принял Таинство Крещения. Мне очень понравилась община, как родной дом. Когда я болел, меня часто посещали члены общины, братья и сёстры. Я рад был и доволен их заботой. Особенно хорошо себя чувствуешь, когда молятся о тебе. Братья и сёстры становятся как родные. Я очень благодарен им за их заботу о нас, пожилых пенсионерах. Что касается боссоединения с Московской Патриархией, то можно пока воздержаться. Пока не будет прекращена торговля в церквах и платные услуги церкви. 29 января 2006 года. Чернявский Иван Семёнович. 1927 года рождения. Инвалид Великой Отечественной войны, раненый 1 мая. 1944 года в Молдавии. Награждён Орденом Отечественной войны и медалями 42-42-04. Это муж Александра Ивановна, он умер раньше. И 1 царств 31-3. Эти эпиграфы я подписал. Эпиграфы няней писали. 1 царств 31-3. И битва сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. Притча 8-35. Потому что кто нашёл меня, премудрость, тот нашёл жизнь и получит благодать от Господа. Ему бы жить да жить, так говорят, я говорю о Коленьке Рубцове. Ничем не отличался от телят. Душа во тьме, как узник на засове. Нет ни жилья, ни веры, ни Христа. И цели нет возвышенной, ни хрупкой. Расплата сейчас нечаянно настал. Душа заныла, расставаясь с трупом. Метался, пьянствовал и плакал у берёз. Тележный скрип у журавлей восславил. Как будто и не знал, что есть Христос. Ревел с покинутыми дикими ослами. Кищился рифмоплётством пустоты. Жён ненавидел женщины отвергнут. И кшался с мёртвенькой, незнаемой, впритык. Не дал же Бог с талантом вместе веры. Без веры колобродил по пивным. Жил у друзей, работой, чур, чурался. Колёса грязно описывал, а вин был хил и мал. Зато отменно дрался. Сожительницы руки задушили, как пса бездомного, Когда с ножом к ней лез. Из биографии его торчит безумство шило. В душе заброшенной пустых бутылок лез. Он волен был с собой распорядиться. Но те, кто всё ещё в поэтах, прозябают. Стишки его мысорят мусор листья. Героям лепят, даже подражают. Его душа нетрезвая и исторглась. Из тела грешного, скандального до слёз. Других учил, а сам закончил с горькой. Кто на мытарствах душеньку понёс? С чем мы придём? Какие ждут руины? Пришли ли Господу? Сумели примириться? Или зароют, словно бы скотину? Мы все под эпидемьёй ежедневным риском. 26 января 2006 года. Игнатий Лапкин. Ну, показать наши ресурсы. Да, ещё за день. Вчера, ну, день как бы не рабочий. Но у нас одно дело такое, я сейчас назвал дело МЧС. Весной, когда по первому мостику вода хлещет, не перейти ничего нельзя. Я говорю, нужно сделать перила там на переходе и на возвышение над водой, чтобы можно было переходить. Мы загрузили четыре жерди берёзовых. Инструмент весь с Никитой Колесником, с Володей Пащенко, там всё засняли, будет показано. И сделали. И успели на часовые занятия. В один час дня занятия были. Не все пришли. Потому что понедельник был, рабочий день. Ну, вот так я называю это акцией МЧС. Потому что в прошлом году, ну, получается, не в прошлом, в этом, там упал человек, его понесло водою. А теперь надо... Ну, просто надо сделать и переходить. И после возвращения из хра, утреннее богослужение было, потом мы вот это работали там, всё сделали, закрепили. Переходить можно над водою. А потом занятия. А после занятия я стал искать краски. Красный, белый, синий. В виде флага Триколор. Нарисовать на перилах. И нашли. Андрей Устинов дал. Красная такая она. Красная, так розовая. Ну, а это нашли. Оказалось, у нас на своём складе есть. Синий и белый. И поехали. Туда тоже засняли, как мы рисуем. Вот. Теперь там так красиво всё сделано. Ну, вот. До вечера. Так, прошло время. Потом беседа у меня была с допризывником. Вот. Устинов Александр. Это... От племянника сын. Благословен Господь. Татьяна Капустина. Гоня. Вот она. Дает знать, что всё хорошо у ней. А батюшка вот как раз ездил и похоронили Александру Ивановну. Я вспоминаю, что когда издавал первая книга стихов, не знал, как назвать. И сказал, какие предложения будут. Она около двадцати восьми предложений дала, как назвать. Вот. А в общей сложности я не знаю. Около ста, наверное, было предложений. Но я взял своё. Церковь, свобода, тюрьма. Так называются. Ну вот и день. А вечером уже... Там нужно было отправить. Одна просила в город. Мёда жидкого. А тот Шерсобитов, Геннадий Павлович, мне подарил за то, что сделали проезд на урывку. Первый, второй мостик. Такая плотина мощная сделанная. И он подарил мне полторашку. Кажется, полтора литра. Ну я тогда эту бутылку подаренную отвёз, отдал. Раз, ну же, такой мед. И вот теперь наши ресурсы. Это мой мир. Всегда нужно показать. Вот она, где сюда я перетаскиваю всё. Очень богатый ресурс. События дня. Вот сегодня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Оно. Девять, десять. Всё. Все десять уже перекачено. Пока тут возился. Ну, у нас ленточный форум. Вот он, очень большой. Православный форум. 1600 тем. Просто зарядить. Форум. Православный форум Игнатия Лапкина. Ну и... Вот. А что-то тут я не нашёл где. И этот. А вот она у меня. Не знаю, что-то канал двойной получился. Вот сегодня десять роликов поставил. Ну, сейчас назад. Если сорок, шерстобитов. Геннадий вот как раз привёз мёд. Сорок посещений. Ну, другие тут поменьше. А вчера, который поставил, даже про шарик, уже 416. Вот депутаты я пошёл, вчера поставил, один день назад, 987 просмотров. У нас 7 356 405 просмотров. И 7620 подписчиков. Ну, немного. И 8 111, кажется, наших видеороликов. Так что приходите. Называется «Православный видеоканал открытым оком во свете Библии». Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. Вот здесь 4124 ответа по темам 55 тем. Ну, и всё. На сегодня хватит.